То есть, кому понравилось видосик, кстати, такой стебненький, на самом деле, мне не очень, у них есть другие видосики и более стебные. Ну, хорошо, я так понимаю, что все плюсики поставили, и мы готовы начать. Тема сегодняшний, сегодняшний вебинар у нас третий в марафоне, будет еще 47, когда, не знаю, но вот ближайшие, много ближайших недель, потому что даже если я буду их делать по два в неделю, это все равно на 20 недель у нас третится. И сегодня мы поговорим про то, как продавать на падающем рынке. Скажите, пожалуйста, кто из вас ожидал, что я начну обсуждать какую-нибудь такую мутную, сложную схему, где вот тут кнопочки, вот тут что-то жужжит, вот тут мы что-то делаем. Поставьте плюсик, если это то, чего вы ждали, и, ну, не знаю, другой знак, если вы готовы обсуждать что-то более простое и более практичное. Плюс, если мы хотим сложные мутные схемы, другой знак, любой, если хотим что-то более практичное, более понятное. Ага, Роману нужна именно такая схема. Хорошо, Роман, для тебя отдельно. Дело в том, что я могу нарисовать такую схему, и на самом деле в какой-то момент времени мы такие схемы рисуем. Проблема только в том, что у нее есть огромное количество предварительных условий. Да, очень легко там нарисовать какой-нибудь квадратик, типа, а вот тут у тебя уходит клиенту e-mail. Потом выясняется, что вот тут это где, e-mail уйти не может, потому что никто там e-mail отправлять не умеет, прицепить его некуда. Домино имя и адреса находятся во всех блэклистах, которые только существуют, ну и так далее. Поэтому я решил в эту муть не лезть, и поэтому мы просто будем лезть в то, как продавать на падающих рынках. Для начала давайте посмотрим вот на этот слайдик, и он показывает очень сложную концепцию, что слева у нас растущий рынок, справа падающий. Слева у нас растущая статистика, справа у нас падающая статистика. Совершенно очевидно, да, что когда вокруг вас изобилие, в любом случае есть падающие рынки, есть растущие, да, есть хорошая погода, есть плохая погода. Если вы зимой будете ходить в той же одежде, что и летом, то есть в шортиках, в сугроб, а на улице минус 30, то, в общем-то, флаг там в руки и все, что угодно. Если вы на падающем рынке будете вести себя точно так же, как на растущем рынке, или наоборот, на растущем, как на падающем, то тоже флаг вам в руки, много интересных событий и все такое. Почему? Ну, потому что не получится. Потому что если вы стоите в ластах посреди футбольного поля в разгар футбольного матча, то не удивляйтесь, что вам там начешут все части тела, и много-много восторга вы соберете. Скорее всего, вас просто поднимут на руки и вынесут. Ну, так уж мир этот устроен. Я сегодня построил вебинар следующим образом. Я сначала буду рассказывать про фундамент, кое-какие данные, кое-какие интересные вещи, которые сами по себе ничего не помну, ничего вам не дают. То есть их нельзя вот так вот взять и пойти применять. Но они нужны для того, чтобы понять следующую часть, механику. То есть, а как это все устроено. В конце будут фишки и между механикой, и где-то между механикой и фишками или после фишек. Скорее всего, после фишек или вместо фишек будет традиционно печальный и грустный рассказ о том, почему большинству людей не удается применять то, о чем я буду сегодня рассказывать. То есть, несмотря на то, что все очень-очень просто, большинству людей вот так вот сходу применить это не удастся. Почему, вы узнаете в самом конце. Для начала давайте посмотрим, а что такое падающий рынок. То есть, я думаю, вообще, а что это такое, да? Если предположить, вот вообще я заглянусь в словарь, слово рынок. Это все покупатели и все производители какого-то товара, продукта, услуги. А также плюс паразиты, кто пытается нажиться на этом. Плюс контролеры, кто пытается, то есть те же паразиты. И плюс те, кто помогает. Ну, в основном у нас есть покупатели какого-то продукта и производители какого-то продукта. Например, если это рынок яблок, то у нас есть все, кто яблоки выращивает и все, кто яблоки ест. Если это один рынок нефти, у нас есть все, кто нефть добывает и все, кто ее перерабатывает. Если это рынок Рима, рекламно-информационных материалов, ну, то же самое, кто-то его производит, кто-то его в итоге использует. И есть большое количество всевозможных людей между ними. Я думаю, что со словом рынок мы как бы разобрались. Если рынок растет, а такое бывает, то есть когда появляется все много и много новых клиентов, которые раньше этого не покупали. Например, сейчас довольно бурно растет рынок онлайн-курсов. До онлайн-курсов добираются те, кто раньше курсы не покупали и те, кто раньше их не делали. То есть в штуках количество покупателей и количество производителей растет. Соответственно, там становится все больше и больше денег, и вы можете расти вместе с рынком просто за счет установления контакта с новыми клиентами, пока они новые. Вот он только-только появился на рынке, и вы сразу к нему, иди сюда, и начинаете с ним интенсивно сдружить. Поскольку он еще свежий, не пуганный, все у него нормально, можно хорошо ладить. Падающий рынок – это его просто полная противоположность. Новые клиенты уже не появляются. Старые клиенты перестают покупать или перестают покупать меньше. Все, кто есть на рынке, уже, грубо говоря, заляпаны ожогами, потому что что там только не происходило. Например, падающий рынок сейчас – это однозначно печать газет. «Выходи, строи сейчас новую газетную типографию», но это будет отчаянный такой, отчаянный жест, и я не думаю, что это было бы правильное действие. Довольно легко увидеть, что печать книг – это сейчас падающий рынок, то есть новых издателей книг появляется очень мало. В основном что-то делают старые издатели. Как ни печальнее или наоборот, какая в общем-то разница, рекламно-информационный материал – это тоже падающий рынок, все больше и больше этого добра уходит куда-то, куда-то в области интернета. В чем разница? Мы не можем на падающем рынке расти за счет установления контакта с новыми клиентами. Их просто нету, их не появляется. Следовательно, если мы хотим на падающем рынке как-то расти, как-то выживать, то мы можем делать это только за счет переманивания к себе клиентов от действующих или закрывающихся поставщиков. Не настолько это пока мягко сейчас будет звучать. Главная особенность падающего рынка, она очень простая – расти или вымреть. То есть если вы находитесь на растущем рынке, и клиентов становится все больше и больше, в принципе вы можете ничего особо не делать. Они вас найдут, они вас доберут, до вас доберутся, они что-нибудь у вас да и купят. В общем-то на всех хватает, вы можете нормально жить. На падающем рынке вы даже не сможете сохранить то, что имеете, потому что если ты не будешь расти, в какой-то момент кто-то другой будет расти, и он, ну, как бы, как бы это сказать помягче, да, он просто заберет, он переманит твоих клиентов по любасу. Сегодня это произойдет, через полгода это произойдет, он их переманит. Поэтому главная стратегия на падающих рынках или там главный вектор усилий – расти. Ты должен расти, потому что иначе ты просто вымрешь. Я знаю, что не для всех это хорошая новость, но как бы это как раз тот самый мир, в котором ты, чтобы жить, должен кого-то убивать. Там кто-то пытается что-то написать. Поставьте, пожалуйста, плюсик, у нас не так много людей, поэтому я буду просить плюсики-минусы, чтобы была какая-то обратная связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы согласны с этой идеей, и минус-минус-минус-минус, если вы совсем не согласны с этой идеей. Потому что идея очень простая – это рынок хищников. Мы оказались сейчас в мире, то есть если какое-то время, очень долгое время, типография могли жить как милые козочки, их кормили, они могли пастись, они могли туда-сюда, их все любят. То сейчас мы находимся в джунглях, и мы находимся в ситуации, когда ты либо хищник, ты занимаешь доминирующую позицию, да, я абсолютно серьезно, либо ты хищник, либо тебя съедят. Так или иначе, на падающих рынках – это давность. Когда пастби сейчас сокращаются, когда кормовые цепочки сокращаются, либо ешь ты, либо едят тебя. Это нужно, знаете, это нужно просто признать на уровне головы. Потому что, да, можно спрятаться, можно заныкаться под какую-нибудь корягу, найти себе двух-трех клиентов и тянуть с ними, пока они еще живы. Но территория сужается, рано или поздно доберутся. Поэтому на этой сужающейся территории, для того, чтобы выживать и продолжать выживать, нужно становиться все более и более сильным. Это нехорошо, и это неплохо. Я сегодня постараюсь воздержаться от подобных оценок, это просто данность. Например, если где-то в доме заводятся тараканы, и мы этих тараканов травим, это хорошо или плохо. Но с нашей точки зрения это хорошо, с их точки зрения мы для них враги, так что хорошо или плохо всегда зависит от точки зрения. Сейчас на падающих рынках либо ты хищник, причем доминирующий хищник, либо ты еда. То есть в какой-то момент времени тебя просто схитят.